Здравствуйте! Добро пожаловать в Новая Москва 24. Мы находимся в Щербинке. Расскажите, пожалуйста, как у вас изменилась жизнь после того, как Щербинка вошла в Москву уже, так сказать, да? Чувствуете себя москвичкой? Нет, не чувствую. Почему не чувствуете? А что изменилось? По-моему, ничего не изменилось. Ну как это? Смотрите, брусчатку положили вроде новую там, то-сё. Спасибо, хорошо. Как у вас? Вот смотрю, вы возле Дворца культуры. Нравится вам? Отделали его? Ремонт какой-то там вроде? Ну, так вроде ничего. Внутри на самом деле не очень. У нас там сейчас старшие дети занимаются рисованием. Оставляют желать лучшего, в принципе. Что конкретно вы хотели бы обменять в ближайшее время в Щербинке? В Щербинке не хватает бассейна большого. Потом что ещё? Ну, спортивные комплексы, да-да-да. Хотели открыть же спортивный комплекс около, ну, по индустриальным, там. Около нашего дома. Вот. Ну, так он и сказали, причём это будет государственный комплекс. Вот. И обещали, что в 2016 году будет этот комплекс. Вот. Ну, конечно, желательно, чтобы был. Он побыстрее, чтобы был именно государственный, чтобы, ну... Ну, чтобы это был бюджет. Да, потому что сказали, что и бассейн там будет, и, ну, как бы, всё. А как с детишками, да, вы смотрю, у вас дети. А как с детским садом? Как у вас с этим? Да. С детским садом у нас тоже не очень хорошо, мы потому что живём на запереездном. Ну, вы представьте, да, что переезд. Вот. Запереездный нет никакого... Запереездный, подождите, давайте объясним зрителям. То есть, это как получается? Здесь центральная часть на правой стороне, в восточной части, да? А переезд это там, получается... Ну, что-то, грубо говоря, разрезано на две части. До и после переезда. Как у вас, переезд нормальный? Нет, не нормальный. Вот это же всё планируется построить эстакаду, которая тоже вся в мечтах против сказать... Она уже строится? Ну, сказали, что выиграл кто-то тендер, и какие-то даже сроки сказали, что когда будет. Ну, что-то, по-моему, ничего не началось. Да, мы не видим, что она строится, на самом деле. И вот, ну, получается, что за переездом тоже живёт много народа, там много строится домов, и построено много домов. Вот. Но там нет ни одного детского сада, нет ни одной школы. То есть, они все сюда? Да, да, да. То есть, нам приходится или возить, или водить детей сюда. Возить это можно и 40 минут потерять на переезде. Там пробки постоянные, да? Да. Ну, частенько бывают, да. Ну, то есть, можно расстояние, которое идти 10 минут, ехать на машине час. Смотрите, мы сейчас были в администрации, там висит список, перечень, так сказать, ветхого жилья, которые уже сносят. У вас действительно много ветхого жилья старых домов? На той стороне было. Именно на той стороне, да? Там улица железнодорожная перечислена. Да, вот это, там вот такие, как дома послевоенные, вот из серии таких, там двухэтажные, много. Хорошо, кроме бассейна, что еще нужно поменять срочно? Вы говорите, ничего не поменялось в течение трех лет. Ну, как это? У нас здесь негде гулять. Вот согласитесь, тут ни одного нормального парка нет. Тот же центр. Это какую-то убогую там площадку сделали, резиновую, возле храма. И все. И растительницу, грубо говоря, с коляской погулять негде. А где ваша власть? Вы и знаете ее? Вашего главу? Да, и как бы приходилось сталкиваться, у нас вот была ситуация, у нас есть парк, в котором, грубо говоря, они опиливали деревья. И на нашу коляску упал дерево. С ума сойти. И мы чуть не погибли, и не раз ходили в администрацию, кормили обещаниями, и только через полгода опилили те там несколько деревьев, которые обещали опилить там через две недели. Хорошо, вы доверяете этому человеку как главе, я не знаю, там, да, как руководство вашего места? Я не знаю, ничего пока еще положительного не делалось. Нет, ну вот им, в данный момент им было обещано, что будет сделан вот этот комплекс около дома, да, то есть, что этот хоккейный, у нас была хоккейная площадка, да, и ее закрыли. То есть, у нас ее сначала отобрали как стадион, был стадион, где, по крайней мере, можно было покататься на велосипедах, там, без страха, что ребенок куда-нибудь под машину попадет. С транспортом, скажите, что это понятно. Транспорт нормальный, то есть, электрички есть, автобусы, как добраться? Транспорт в плане электричек нормальный, по городу, и на ту Щербинку, которая, где маршала Савицкого, добраться очень тяжело. Запустили там, потому что находятся социальные какие-то центры, но приходится иногда ждать по 40 минут. То есть, вот так, чтобы в городе где-то отъехать оттуда до сюда, это проблематично. Скажите, еще последний вопрос относительно строительства как раз. Много у вас строится домов жилых, вот этих высотных домов, и радует ли вас, в принципе, это или как? Это строится много на той Щербинке, на той стороне, в принципе, это нас не затрагивает. То есть, да, 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 единственное, что с переездом, опять же, никто не продумывает ту ситуацию, что дома-то строятся, там, опять же, будет, ну, огромное количество людей, дома, да? Дороги там есть, хоть дороги-то есть там какие-то? Дороги там есть, они их проводят к этим домам. Но опять же, да, 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 но опять же, это проезжать через переезд. То есть, опять же, когда сейчас пробки, и, соответственно, когда еще будет больше народа, больше машин, у каждого в семье почти по две машины, правильно? И это прибавляется количество машин, с переездом ничего не делается, ну, то есть, соответственно, будет еще не час мы будем теперь ждать, а два. Понятно. Хорошо, спасибо вам большое, спасибо. Добрый вечер, Новая Москва, 24. Простите, пожалуйста, мы находимся в Щербинке, возле прекрасной елки новогодней. Уже новогоднее настроение чувствуется у вас, скажите? Да, в общем, да. Как планируете здесь проводить, на площади? Конечно. На площади? На площади, да. Значит, получается, вы коренной житель, знаете Щербинку хорошо. Скажите, пожалуйста, как жизнь поменялась в лучшую сторону, в худшую сторону, после того, как вы вошли в город Москва? В лучшую, конечно. Конечно, в лучшую. Что конкретно улучшилось? Нарядний город стал чище, улицы такие красивые, в общем, ухоженные. Ну, в общем, все хорошо. Что плохого? Плохого? Критика какая-то есть у вас? Да нет, в общем-то. Что в ближайшее время хотели бы поменять, изменить? Я не знаю, может, ждете какие-то изменения? С переездом, говорят, у вас здесь проблемы. Переезд – это все временное явление, это все решится. Это все не страшно. Скажите, пожалуйста, вы не знаете ничего по поводу Дому культуры? То есть, вроде как, реставрировать его собираются. Желаете ли этого? Это неплохо. Нужно это сделать? Хорошо, конечно. Потому что это единственное место такое общественное, где у нас можно собраться. Есть у вас еще другие места какие-то общественные, где собираются как раз на мероприятии какие-то? Ну, для молодежи есть, но для более взрослого поколения лучше, конечно, здесь. Сколько у вас площадок таких общественных, как вот это вот? Кроме этого? Есть дом офицеров, есть в гарнизоне, есть молодежный центр, это там немножко вот туда, ближе к этому переезду. А в основном-то здесь. Все здесь, да? Хорошо, спасибо вам большое. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер. Новая Москва приветствует вас. Очень приятно, что вы нам уделили уже 30 секунд, еще уделите, пожалуйста, пару минут. Скажите, вот вы говорите, в Москве бываете постоянно, да? То есть, все-таки Щербинка – это Москва. Что можно здесь найти для молодежи, именно для творчества? Потому что мы сейчас находимся возле Дома культуры местного. Мне кажется, все-таки есть, наверное, чем здесь заняться? Ну, в самом ДК непосредственно очень много и коллективов, и кружков, и театр. Артель замечательный, очень большой коллектив, и можно где-то привезти заниматься. Сейчас очень много открывается. Это для детей или для молодежи, для кого конкретно? Для детей, для молодежи, и для взрослых, буквально от трех лет и старше. Что для вас, что вам больше по душе, и что бы вы порекомендовали для Щербинцев? Для Щербинцев? Ну, лично мне по душе, вот, театр, который я уже назвала, я сама там работала. И очень приятный, дружелюбный коллектив, очень много детей, и педагоги замечательные. То есть, всем советую в театр идти. Понятно. Смотрите, мы рассказываем о Новой Москве. Много вы знаете о Новой Москве, знаете, что это вообще такое? Или вы знаете только, что Щербинка – Новая Москва? Ну да, остальные районы, я, честно говоря, даже не знаю, что относится. Вы молодое поколение, да, у вас свежий взгляд, я не знаю, там, море эмоций. Расскажите, как-то поменялась жизнь за эти три года после того, как Щербинка влилась в столицу? Честно, нет. Поменялось только одно название. Да? Когда спрашивают вы откуда. Из Москвы. Ну, вы чувствуете себя москвичкой такой, нет? Ну, честно, нет, ничего не понимаю. Какие перспективы вообще видите в этом всём? В ближайшее время. Хорошо, как сделать так, чтобы это всё было вот Москвой прям, настоящей? Надеюсь, есть надежда на то, что всё станет лучше. На кого? На кого надеетесь? Фамилию, можно сказать? Ну, как всегда, на государство, конечно, на кого ещё можно надеяться, как не на него, так как мы Москва уже как-то ближе. Ну, что можно поменять вот такое, ну, примерно хотя бы, что нужно сделать, чтобы Москвой хотя бы немного стало всё это? Ну, первое, наверное, что бросается, это поблагородить сам город, то есть привести в порядок, не знаю, там, здания, сооружения, ремонты. Вы работали в Доме культуры, как вообще внутри, то есть там ремонт-то есть? Нет. Там нет ремонта, да, то есть комитет культуры? Да, самое главное для ДК это зал, да, так как деткам нужно где-то заниматься. Нужно сделать зал? Да, их нет, во-первых, их мало, то есть помещений не хватает, и, соответственно, их нужно сделать там ремонт. Там, наверное, проблемы какие-то могут быть, наверное, просто денег не уделяют, наверное, да, то есть какие проблемы, с чем это может быть связано? еще очень такой важный вопрос скажите все-таки для молодежи ездить работа то есть можно реализовать свои амбиции здесь на месте у вас искусство вы актриса или оба хореографа очень много открывается различных центров для детей до центра творчества но если такая проблема как мало детей то есть вам надо побольше мало пить вам надо побольше рожать побольше всего такого понятно хорошо будем стараться то есть получается каждый может нести свой вклад спасибо вам большое новая москва 24